Здравствуйте, дорогие ребята! Начинается урок русского языка 12 класса. Ребята, откройте, пожалуйста, ваши учебники в тетради. Так, тема сегодняшнего урока – мое путешествие по России. Цель сегодняшнего урока – научиться рассказывать о путешествии, прочитать, понять основное содержание текста. Так, ребята, слушайте, повторяйте высказывание Бунина. Человека делает счастливым три вещи. Любовь, интересная работа, возможность путешествовать. Об этом сказал Иван Бунин. Иван Бунин – это русский писатель, поэт, переводчик. Он первый русский писатель, который получил Нобелевскую премию. Так, ребята, запишите, пожалуйста, высказывание Бунина. Вы знаете, что такое любовь? Я думаю, что вы знаете это. Любовь – это семья, друзья, коллеги, взаимопонимание, взаимоуважение. А тогда что такое работа? Мы тоже знаем об этом. Работа – это учеба, правильный выбор профессии, зарплата, достаток. А что такое путешествие? Да, это активный отдых, веселье, новый мир, новые знания, прекрасные впечатления. Сегодня мы будем рассказывать о путешествии. Давайте вспомним наши прошлые материалы. Так, вместе читаем. Путешествовать. Путешествовать. Он путешествовал. Я путешествую. Путешествовать по каким местам? Путешествовать по родине, путешествовать по Монголии, путешествовать по всему свету, путешествовать по городам Паймакам. Например, книга помогает нам путешествовать по всему свету. Об этом мы прочитали в девятом классе. Да, ребята? Так, Алексей путешествовал по Германии. Каждый год мы путешествуем по родине, по Аймакам и по Самонам. Так, мы уже знаем слово «побывать». Побывать где? На Красной площади. Побывать в Кремлевском дворце. Побывать в исторических местах. Летом я вместе с семьей побывал в родном Аймаке. Туристы из Африки побывали в художественной галереи. Где? В родном Аймаке. Где? В художественной галереи. Ребята, прослушайте текст и скажите, о чем идет речь. Здравствуй, Бакша. Здравствуй, Зола. А вы можете нам рассказать о своем путешествии по России? С удовольствием. Я путешествовала по России, путешествовала по городам. Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Симферополь. В Уланг, где я побывала. А вам понравилось ваше путешествие? Конечно, очень понравилось. Мне очень прекрасное впечатление. Даже я отдыхала в Артеке. А где находится Артек? Артек – это международный детский центр. То есть это международный лагерь. Он находится на берегу Черного моря, на Крыму. Это удивительное, сказочное место для детей всего мира. А что там? Какие достопримечательности там есть? Гора Аюдак. Вот это говорят – гора медведь. Еще там леса, джунгли, водопады, горы, скалы и другие. Ой, как интересно! А что это? Откуда вы взяли их? Вот, я приобрела вот это красивые вещи, любимые сувениры, когда я путешествовала. Я покупила некоторых на ярмарках. Вот это подарили мои новые друзья. Зула, я предлагаю тебе путешествовать по России, по этой прекрасной стране. Мне очень понравилась культура и традиция России. Конечно, я обязательно буду путешествовать по России. Зула, я тебе желаю удачи! Спасибо вам большое! Так, ребята, о чем была речь? Да, мы разговаривали о путешествии. Так скажите, ребята, по каким городам путешествовала учительница? А где отдыхала учительница? Как она приобрела красочные вот эти красивые сувениры? Какое впечатление у учительницы? Давайте посмотрим вот эти картинки. Так, это города, по которым путешествовала учительница. Вот, ребята, я вам покажу один город. Это город Свистопин. Этот город находится на Крыму. Это один из городов-героев. То есть это герой-город. Город-герой. Так, я вам покажу, ребята, следующие наши достопримечательности. Вот, я путешествую по Крыму. Артек – это международный детский лагерь. И здесь каждый год отдыхают многие ребята. Вот там, вы посмотрите, там гора Аюдак, гора Медведь. Так, дальше идем, ребята. Вот, мои красочные сувениры. Их я купила на ярмарках. И мне подарили мои друзья. Так, ребята, мы уже ответили на вопрос. Посмотрите, пожалуйста, в вашей ответе. Так. Где отдыхала учительница? Она отдыхала в международном детском лагере «Артек». Как она приобрела красочные сувениры? Красочные сувениры она покупила на ярмарках, а некоторые ей подарили новые друзья. Какое впечатление у учительницы? Конечно, у учительницы прекрасное впечатление. Так, сейчас переходим к новому уроку. Задание 3. Слушайте, повторяйте и запишите новые слова-выражения на странице 51 и 52. Таможня. Таможня. Ярмарка. Живой уголок природы. Благополучно. Осмотреть. Удивить. Выносить. Приобрести. Бояться. Бояться заблудиться. Впечатление. Так, сейчас, ребята, запишите новые слова-выражения и слушайте меня. Таможня. 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 Ярмарка. Ярмарка. Живой уголок природы. Живой уголок природы. Благополучно. Благополучно. Осмотреть. Удивить. Выносить. Приобрести. Бояться заблудиться. Бояться заблудиться. Впечатление. Впечатление. Запишите, ребята, в тетради. Так, ребята, обратите внимание на употребление следующих глаголов. Посетить что? Посетить ярмарку. Посетить фонтан. Посетить музей. Погулять по чему? Погулять по улицам. Погулять по городу. По улицам. По городу. Осмотреть кого? Осмотреть что? Осмотреть птицу. Осмотреть город. Осмотреть зверей. Выносить что? Выносить сильную жару. Выносить холод. Вот, сильные морозы. Приобрести что? Приобрести книгу, билет, дом, словарь, сувениры. В прошедшем времени приобрела, приобрели. Так, ребята, запишите вот эти новые грамматические материалы, глаголы. Посетить ярмарку, фонтан, музей. Погулять по улицам, по городу. Осмотреть птицу, город, зверей. Выносить сильную жару, холод, сильные морозы. Приобрести, приобрел, приобрела, приобрели. Книгу, билет, дом, словарь, сувениры. Ребята, не путайте, запомните, пожалуйста, выносить, выносить. Выносить что? Выносить сильную жару, выносить нагрузку, выносить холод, выносить сильные морозы. А выносить что? Выносить мусор, выносить багаж, выносить ненужные вещи. Так, пожалуйста, ребята, ставьте вместе точек, подходящие глаголы в нужной форме. Это мы не будем писать, давайте делаем устно. Хорошенько подумайте и выберите правильный вариант глагола. В правильной форме глаголы. Так, глаголы выносить, посетить, погулять, удивить, осмотреть, приобрести, побывать. Так, я надеюсь, что вы правильно сделали. Посмотрим, как получились вот эти предложения. Так, посмотрим, первое предложение. Салим побывал в многих странах. Побывал где? Во многих странах. Посетил Москву, Сибирь, Кавказ. Так, следующее предложение. Он погулял по городу, вот за саду, осмотрел зверей, красивую птицу. Осмотрел зверей, красивую птицу. Жители Сибири выносят сильную жару, сильные морозы. Выносят сильную жару, сильные морозы. На ярмарке в Омске цула приобрела красочные свиниры. Приобрела что? Приобрела красочные свиниры. Так, следующее наше задание. Прочитайте предложение с первой части текста на странице 52. Ответьте на вопросы. Так, мы не будем читать весь текст, а мы будем читать только части этого большого текста. Салим родился и вырос в Сан-Зибарье. Живет в Германии. Однажды он и его хозяин решили путешествовать по России. Посетил Москву, Санкт-Петербург, побывал в Севири, Средней Азии, на Кавказе. Потом он написал о своих впечатлениях. Так, давайте отметим на вопросы. Какие у нас вопросы? Так, скажите, ребята, где вырос и живет Салим? Да, правильно. Салим родился и вырос в Зан-Зибарье. Живет в Германии. Зан-Зибарь – это город, который находится в Африке. Следующий вопрос. Кто решил путешествовать по России? Хозяин Салима решил путешествовать по России. Где побывал Салим с хозяином? Салим с хозяином побывал в Сибири, в Средней Азии, на Кавказе. Так, давайте сейчас прочитаем основную часть текста. Салим хотел осмотреть весь город, но боялся заблудиться. Он поехал в Засад, там осмотрел всех северей и птиц и не заметил, как пролетело время. Его удивил этот уголок живой природы уже в 9 часов вечера, но солнце все еще не садилось. А в Европе в 9 часов вечера уже темно. Опять он был удивлен. Скажите, ребята, почему Салим не осмотрел весь город? Хорошо, давайте ответим. Салим не осмотрел весь город, потому что он боялся заблудиться. Кто и кого осмотрел Салим в зоопарке? Зоопарк – это значит зо-сад. Он осмотрел зверей, птиц и уголок живой природы. Чему был удивлен Салим? Он был удивлен позднему заходу солнца и уголку живой природы. Так, ребята, как вы думаете, что было дальше? Посмотрите видео. И после видео мы ответим на эти вопросы. Где был Салим? Как Салим и его хозяин поехали дальше? Что удивило Салима в маленьком городке на реке Обь. Салим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Из маленького городка на реке Об дальше ехали на лошадях Салим и его хозяин захотели помыться В бане была такая жара, что Салим пробыл там две минуты Просто удивительно, как люди могут мыться такой горячей водой Дома местных жителей построены из дерева, маленькие, с печками Салим удивился, в холодном краю люди спят в помещении В помещении это значит в доме, где очень жарко Жители выносят сильную жару и сильные морозы Так скажите, что удивила Салима? Салима удивила русская баня с горячей водой Теплый древянный дом в холодном краю Как жители выносят сильную жару и сильные морозы Как Салим и его хозяин поехали дальше? Из маленького городка они дальше ехали на лошадях Где был Салим? Так, Салим и его хозяин были в бане и в древянном доме Так, на этот вопрос мы уже ответили Так, ребята, вы сегодня прочитали текст Я думаю, что вы поняли основное содержание текста Так, скажите, куда путешествовал Салим и его хозяин? Какое впечатление осталось у Салима? Как вы думаете, что такое путешествие? Давайте посмотрим ваши ответы Салим с хозяином путешествовал по России По Коказу, по Сибири, по Средней Азии По многим городам У Салима, конечно, удивительное впечатление Вот В путешествии это активный отдых, веселье Новый мир, новые знания Прекрасное впечатление Так, ребята, сейчас вы запишите домашнее задание Прочитайте текст на странице 52-53 Это текст о путешествии Салима и его хозяина Ответьте на вопросы после текста Упражнение первое Ответьте на вопросы Упражнение задание 3 На странице 53 Так, ребята Я думаю, что вы сегодня хорошо усвоили все материалы Грамматические, лексические И поняли основное содержание текста Ребята, соблюдайте чистоту Там, где вы живете Там, где вы путешествуете Спасибо, ребята, за активное участие на телеуроке До свидания До встречи Субтитры подогнал «Симон»